Массовая уборка огороднины. Распачницы у вересней селит у Могилюцкой в области огороднина выросла на площу 1200 гектаров. Гэта на узровне леташнего, однако у рожаях рары чекают большим. Гэтам успрыяла надворье, теплыня и летние дожды. Самые великие площы заняты под капусту, бураки, морковую цыбуллю. Однако на полях региона часом з'являются и экспериментальные культуры. Наш репортаж с фермерской господарки Иосифович Кличовского района. В моем хозяйстве все, мы выращиваем зерновые, овощные культуры, помидоры выращиваем, жимолы спробуем. Сотня кустов бружмелю прямо посередают великого поля для агрогородка за поле. Гэта эксперимент, якому допомагают новые куцы со столицы. На некоторых кустах усталяваны специальные датчики, які допомогут далей правильно доглядать рослины. Бружмель довольно поспяхово прожився, хоть и мая, гэтым часом уже восенский выгляд. Выселки оправдая экспорт. 3-5 доллару за килограмм ягод. Второе направление – это сохранение земель, которые были осушены, выработан, выбран торф. И мы таким способом, путем насаждения многолетних кустарников, пытаемся сохранить эти земли от эрозии, от выветривания, сохранить плодородные слои. А кроме этого, фермер Казимир Грасевич у своей господарцы провел и уластный эксперимент. Посадил на тем же поле томаты и выник пераузайшову сечаканни. На поле с минимальной опрацовкой томаты выросли лепее, чем у теплицы. Вот куст помидора. Вот она растет, не подвязана. Вот смотрите, сколько здесь помидор. 30 томатов с куста и каждый грамм по 300. В наступном ходе фермер сбирается посадить полевые томаты на нескольких гектарах. Вельми добро выросли селета морква и особливо капуста – 120 тонн с гектара. Теперь только справа за реализацией. В этом году все есть. И зерновые есть, и овощные есть. Нормальные урожаи. Главное, чтобы в оборудовании их убрать и сохранить. И правильно реализовать население, чтобы было всем хорошо. Илона Иванова, Юрий Волосов. Новый энергии.